Завершается строительство одного из самых величественных храмов программы 200. Собора в честь преподобного Серафима Саровского-Враева сейчас идет внутренняя отделка центрального храма и началось благоустройство прилегающей территории. Разбиваются дорожки, будет установлена детская площадка, спортивный комплекс. Сейчас идут также работы по покраске верхнего храма и покраска уже почти закончилась. Дальше будет укладываться мраморный пол и гранитная плитка на ступеньках храма. Благодаря усилиям местных властей у жемчужины района появится достойное оправа. Возле храма будет разбит чудесный парк. Будет полный ансамбль, здесь будут выходы к реке и подсветка будет сделана. И он грамотно, очень хорошо пишется и благоустройство района и всего округа. То есть в едином концепции будет улица сделана. Да и сейчас на храмовой территории царит практически идеальный порядок. Все это заслуга прихожан. Каждую неделю вместе с отцом-настоятелем они проводят субботники. Раньше проходили по вторникам в 18.30, но сейчас уже темно и поэтому теперь будут проходить по субботам в 11 часов дня, в которых принимают участие как священники храма, сотрудники храма, так и жители окрестных домов. Порядка 30-40 человек каждый раз бывают на субботнике. И вот, например, разровнять грунт, унести какие-то, может быть, строительные леса, переместить с места на место, благоукрасить близлежащую территорию. Вот этим как раз масштабно помогают прихожане. И надо сказать, что каждый раз храм, пространство вокруг храма, благодаря их трудам, заметно преображается с каждой неделью. Согласно проекту, выполненному в лучших традициях русской храмовой архитектуры 17 века, вокруг основного храма протянулось длинное здание. В нем располагаются колокольня, малая церковь, а в будущем, когда отделочные работы полностью завершатся, начнет заниматься воскресная школа. Кстати, проект комплекса включен в список для повторного применения. Этот проект красивого, удачного, большого храма. И мы надеемся, что уже после окончания всех работ строительных этот проект будет находиться в базе. И такой же храм может быть возникнут не только в Москве, но и в любом другом городе. Там есть приходы русской православной церкви. Возводится комплекс полностью на благотворительное средство. Потому работы не всегда шли ровно, случались и периоды простоя. Например, приступить к строительству основного собора приход смог уже после включения участка в программу 200. Однако малый храм здесь начал действовать довольно быстро. Местные жители очень об этом просили. Несмотря на размеры района, в Медведково было на тот момент только две часовни и одна церковь. Малый храм небольшой, вмещает не больше 50 человек. Но прихожанам он сразу полюбился. Теперь они могут посещать службы рядом с домом, помолиться перед важным делом, обратиться к священнику за советом. Любая поездка, любое событие в семье, как-то в жизни, в коллективе, и с радостью, и с проблемами, и с вопросами. И когда совсем не знаешь, что делать, тем более спешишь уже, знаешь, что всегда будешь утешен, и он подскажет какой-то наилучший способ выйти как-то в эту ситуацию и помолиться. Постепенно выросли стены и основного собора. Сейчас его купола и кресты далеко видны всем гуляющим в парке или движущимся по проходящему рядом шоссе. Красота и благолепие здания поражают, и не зря местные жители между собой называют его «жемчужиной района». Полюбоваться на собор приезжают даже иностранные туристы. Многие сразу после посещения ВДНХ направляются сюда. Вы знаете, я когда первый раз его увидел, еще издалека гулял, вот это река Ялзова, здесь протекает рядом, и увидел купола такие просто красивые-красивые, и я был очень удивлен, что такие красивые церкви сейчас строят. И я, конечно же, очень рад тому, что строятся храмы, и очень хотелось бы, чтобы больше, конечно, молодых людей ходило в церковь. Потому что все-таки без Бога жизнь, мало того, что бессмысленна, она становится очень тяжелой, и без Бога все возможно. Без Бога будешь барахтаться, биться лбом об стену, разбивать, шишки набивать, жаловаться на жизнь, но счастья не обретешь настоящего, только с Божьей помощью. Службы сейчас проходят сразу в двух храмах – малом и нижнем, но даже так места для всех прихожан уже не хватает. Ведь помимо литургии здесь регулярно совершается молебен для беременных, а в ближайшее время молитва будет возноситься из-за тех, кого затянула зависимость от компьютера. И я периодически сталкиваюсь с этим в исповеди. Например, женщина исповедуется, что ее супруг приходит домой, покушает, и потом несколько часов, до трех-четырех часов ночи он проводит в интернете. Фактически он отделен от семьи. У него другая виртуальная жизнь, которая ему более интересна. И с этим самому человеку нужно бороться. И, конечно, и родственникам тоже нужно просить помощи Божией, чтобы человек в себе эту зависимость победил и вернулся в реальный мир. И вот для этого в нашем храме будет служиться молебен о избавлении от компьютерных зависимостей. Для тех, кто найдет в себе силы отказаться от виртуальной реальности и вернуться в настоящее, приход организует множество интересных секций. Это и активное времяпрепровождение, баскетбол, футбол, и интересные беседы, и, конечно, совместные чаепития. Последнее, кстати, уже стало доброй традицией, так что прихожане живут как одна большая семья. Мы же в приходе находимся, у нас общая жизнь складывается, определенное, общее молитвенное какое-то общение. Поэтому мы всегда и узнаем друг друга, все знаем уже, и делимся друг с другом, и все знают друг о друге практически все основные события жизни. Рассказывая о приходе, нельзя не упомянуть об уникальном начинании отца-настоятеля. Уже 9 лет он совместно с добровольцами совершает поездки на север России. Там члены экспедиции делают все возможное для заброшенных древних храмов, проводят антиаварийные работы, убирают мусор. Их силами уже сохранено более семи сотен памятников деревянного зодчества. А в ближайших планах не дать погибнуть и каменным церквям. Зачастую рядом с ними либо никто не живет, либо это руины в уже брошенных деревнях. И оставлять их так, в состоянии мерзости запустения, невозможно. Потому что крестьянское сердце не может с этим смириться. Необходимо хотя бы просто разобрать их, очистить от завалов, оттереться зачастую там хабные надписи, повесить иконочку. Но начинать можно даже с того, что хотя бы просто срубить те деревья, которые разрушают либо фундамент, либо если уже растут на кровле, то кровлю разрушают кладку кирпичную своими корнями. 2 декабря в Москве прошла традиционная итоговая встреча участников проекта «Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера». В ней приняли участие митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил, протеерей Дмитрий Смирнов, ведущие специалисты в области деревянного зодчества, а также около четырех сотен участников экспедиции. Результаты реализации проекта действительно впечатляют. В первую очередь хочется отметить, что идет возрождение нашей веры через эти храмы и возрождение человеческих душ. Как бы соединяется север с Москвой, как это было когда-то. И вот это единение, оно способствует возрождению человеческих душ. В ходе мероприятия руководители экспедиции представили краткие презентации с рассказами о проделанной работе. Ну а для добровольцев эта встреча – повод собраться всем вместе и поделиться своими впечатлениями от прошедшего сезона. То, что такие условия, вполне можно их охарактеризовать как суровые. Это тоже такой фактор, который очень запоминается. Поэтому я, конечно, немножко завидую, что вы каждое лето окунаетесь в эту красоту. И, может быть, все-таки я когда стряхнул все свои бесчисленные дела. Это, как всегда, каждый по-своему, каждый свой путь находит в эту организацию. Так же, как каждый находит свой путь к Богу, так же и здесь. То есть мы начали с путешествия по русскому северу с супругой моей. А потом вот случайно нашли информацию об этой организации, об этих экспедициях и стали ездить вместе с ребятами. И так получилось потихонечку, потихонечку, потихонечку мы в это дело втянулись. Вот уже три года мы ездили в эти экспедиции. И вот последний год уже и командиром были, организаторами экспедиции. Вот, собственно, а ребята все по-разному приходят к этому. И совершенно неожиданно всегда вот Бог так управляет, что экспедиции, получается, такой коллектив. И именно туда, где надо, именно тот состав, который надо, вот так вот чудесным образом всегда складывается. Поэтому это тоже совершенно такое хорошее, благое, чудесное дело. Одним из значимых событий лета 2015-го стало обнаружение 80 старинных икон. Два образа были представлены на встрече. По словам руководителя проекта, священника Алексея Яковлева, подобные находки – это огромное утешение для всех добровольцев. За 9 лет существования проекта участники экспедиции обследовали 320 храмов и часовен. В 112 проведены противоаварийные работы. Уходящий год также был очень плодотворным. За последний год мы побывали в 108 храмах и удалось провести противоаварийные консервационные работы в 24 из них. В остальных провели исследовательские работы. В этом году мы первый раз побывали в Коми и в Ленинградской области. И вот на будущее, на следующий год, да, хотим расширить свою географию. И вот в этих областях как можно больше посетить храмов и часовен, чтобы провести работу. Ежегодно в начале весны на сайте общего дела вывешиваются объявления с приглашением волонтеров в экспедиции, которые проводятся с мая по август. Они отправляются в разные места. В основном это Архангельская и Вологодская область. Едут за свой счет продукты питания, покупают на собственные средства. Лишь затраты на стройматериалы оплачиваются из фонда проекта. Самые яркие впечатления, это когда первые, поскольку мы едем в заброшенные храмы, где уже много лет никто не молился, не было богослужений. Вот самые яркие впечатления, это первая служба, если удается, либо молебен первое организовать удается. Вот это первое ощущение, когда ангел-хранитель этого храма, этой часовни, вот просто чувствуешь, как он радуется. Согласно данным общего дела, в сравнении со списками 1917 года, из 1302 деревянных храмов Русского Севера уцелело всего лишь 410. Из них приблизительно каждый третий был построен в 15-18 веках. Многие находятся в глуши и пришли в полное запустение. Однако благодаря появлению собственного сайта проекта, информация о церквях стала поступать непосредственно от жителей северных деревень. К каждому храму обязательно будет направлена экспедиция. Это стало уже нормальной традицией, проявление веры своей, вот в действии. Наша вера – отдел. И вот когда люди живут и не видят этой красоты, которая готова исчезнуть, они приезжают, видят этот храм. Это храм как ребенок. Они вкладывают в него свои руки, свои сердца, объединяются с местными жителями. И нам, даже северянам, показывают, как нужно любить свои храмы. Каждый храм является духовным центром, местом, где царят добро и взаимопомощь. Добровольцы из церкви Враево восстанавливают храмы, а волонтеры из числа прихожан собора святителя Стефана Пермского, что в Южном Бутове, помогают детям из многодетных и малоимущих семей. Это лишь один пример из множества добрых начинаний прихода. Обо всем по порядку расскажем в следующем выпуске программы «Всем миром», который выйдет в эфир ровно через неделю. Субтитры создавал DimaTorzok